Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине на сегодня 11 февраля 2024 года Давайте посмотрим, что, где, как при каких обстоятельствах Продолжаются скажем так, по большей части бесплодные атаки расистов под Новомихайловкой Да, там у них есть продвижение, но продвижение минимальное 100-200 метров где ложить за каждые 100 метров по 500 солдат Ну, такое себе достижение Хотя для Путина действительно жизни его солдат ничего не значит Поэтому для него это, видимо, звучит гордо Да, под Новомихайловкой Под Авдеевкой то же самое Приблизительно с той же картиной Там их наступление сейчас остановлено Тяжело останавливалось Да, их очень много И они шлют новых чмобиков Совершенно не задумываясь о тем, что произошло О том, что произошло С теми чмобиками, которых они раньше послали И так далее То есть Утилизируют свой личный состав В больших количествах Не задумываясь О этом самом количестве Да, то есть тут Как это еще можно описать Под Крынками Херсонская область Продолжаются то же самое Мясные штурмы Без каких-то успехов для них Наши отбивают это все Последние дни Так же Вот Мы видим Активное применение КАБов Управляемых авиабомб Особенно на Донецкой части фронта Неприятно Крайне Но Каких-то успехов им Так же не принесло И давайте Пробежим сейчас По количеству Посмотрим Сколько чего 930 930 Путинских Боевиков Было ликвидировано В Украине За Прошедшие сутки И таким образом Общее количество Путерастов Отправленных Курсом русского Военного корабля Составляет 395 тысяч 200 Штук Ну вот Я говорю Скоро По-моему К годовщине К второй годовщине Нападения России на Украину Уже будет За 400 тысяч Ну видимо Видимо Путин Путин Точно туда же Этого он и хотел Хотя мне кажется Знаете Даже может оказаться так Что Даже к дню Святого Валентина При определенных Раскладах Будет 400 тысяч Вот это подарок Кому-то Да Дальше поехали По Техники Поехали Так 12 танков За вчерашний день Ни много Ни мало Средний показатель Нормально 6406 Начало войны Интересно Что танки Вот я кстати Хотел как-то Записать ролик У меня просто руки Не доходят Дело в том Что танки Они всегда кричали Что мы их Очень много Производим Бла-бла-бла Ко-ко-ко Но проблема Их в том Что они Как вам сказать Они не производят Новые танки Они ремонтируют То что было Их заводы Последние года 3-4 Они выдают На гора Там по 200-300 Может даже Сейчас и 400 Я не знаю Делали танков В год В год Но Это не новые танки Это восстанавливалось То что стояло На хранении Причем Первой и второй категории То что можно Каким-то образом Восстановить Сейчас же У них проблема Другого рода Они перешли К восстановлению Все корпуса Первой и второй категории Они уже Как говорится Восстановили Они их по второму кругу Уже разбить успели Восстанавливают Третью-четвертую категорию Это знаете Тут совсем уже другое Эти танки Восстановлению Или мало подлежат Или вообще не подлежат Да Там скорее переплавка Поэтому тут будет И замедление А новых танков Они не делают Но вот эти вот Т-90 Они у них штучные А все остальные Т-80 Т-72 Видите Они производят Таком Как вам сказать Вот танки Т-72 Т-16 Года Они более-менее Нормальные А уже танки Т-72 Образца Т-22 Года Упрощенка Абы быстрее Абы как Тоже надо учитывать Такой момент Вот такая же Картина И по Скажите мне И по бронемашинам То же самое Потому что Они их выпускают В основном Восстановлением Восстановлением Восстанавливая Старые корпуса Вот откуда Они их там Понатягали Вот там Они и восстанавливают Но чем дальше Тем Таких Скажем так Удобно Восстановимых Корпусов Становится меньше А новых Типа Вот Как они там Называются Курганиц И так далее Штучные Поэтому все сложно Они бросают Больше с машины Которым 60-70 лет Да Это я немножко увлекся 14 броневиков За вчерашний день Различного типа 11 956 Всего Скоро будет 12 тысяч Круглое Круглое количество И 16 Артсистем Самоходных Несамоходных Неважно 9 475 В общей сложности Самолеты Вертолеты Остаются старые числа 332 332-325 По По этим самым Скажите мне По беспилотникам Дают число 22 Но понятно Что это За Вчерашний день А вот Сегодняшняя Ночная Атака Было Сбито 40 штук Из 45 Которые Нас Атаковали Атаковали Видите Они сейчас Несмотря на то Что Действительно Сбито Очень много Сбито Смотрите Из 45 40 То есть Это Больше 80 Процентов Вопрос Следующим Они сейчас Очень Скажем так Они очень Сильно Отслеживают Где Находятся Наши Мобильные Группы Они Для этого Используют Местных Местных Любителей Русского Мира СБУ Должно Работать Потому что Они Передают Локейшн Где Наши Находятся Группы С тем Чтобы Шахеды Могли Облетать Они Пытаются Облетать Такими Местами Где Заходить Если Это В случае Одессы Мобильная Группа Они Понятное Дело Они По дорогам Передвигаются Какие Были Но Дороги Нужны Пускай Хоть Какие Нибудь Ну А Рашисты Видите Они Пытаются Это Все Облететь Как То Проникнуть Между Между И Между С тем Чтобы Нанести Удар И Снести Представляет Действительно Большую Проблему Особенно В регионах Ненасыщенных Средствами ПВО Они Видите Наносят Удары По Сельскохозяйственным Предприятиям Например Ты же Возле Каждого Элеватора Не поставишь По зенитке Сложно Поэтому Некоторые Долетают Тактика Бомбежки Больших Городов Или Электростанций Как у них Было Раньше Видите Сейчас Меньше Используется Потому что Там Более Менее Насыщенно Уже Средствами ПВО И Они Пытаются Такие места Обходить Потому что Как оказалось Шахет Не стоит Не 30 тысяч Даже не 100 И не 130 тысяч Он стоит От 200 До 400 тысяч Долларов И Рашисты Все таки Им приходится Думать Каким образом Не тратить Их В большом количестве Просто так Но В любом случае Сбивать их Сложно Сейчас Потому что Еще раз говорю Они виляют Страшное дело Летят На предельно Низких Высотах И Майма Таша Майма Значит так Пока что Я даю За Как говорится В предыдущие Сутки 22 шахета 7257 Всего И По грузовикам 13 грузовиков И автоцистерн При общем количестве 12592 И одна единица Спецтехники 1513 Ну Таким образом Не меняется Общая картина Того Что происходит На фронте Путин Гонит Вперед Свой лишний Состав В большом Количестве Теряет Под тысячу Человек То есть Два Таких Хорошо Накачанных Батальона Или целый Полк Каждый День Не знаю Хватает ли У них Сейчас Могилизируемых Чтобы покрыть Вот такие Потери Или не хватает Трудно сказать В любом случае Его армия Сейчас Явно Не увеличивается А учитывая Убыток В технике То конечно же Деградирует И деградирует Капитально Все будет Украина Деградирует